Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дома в акопарке выполнены из кирпича, сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал следующего года Сегодня в рубрике «Вопрос эксперту» инженер по эксплуатации зданий и сооружений торгового комплекса «Планета» Алексей Черных разъясняет, какие материалы использовать для потолка в ванной комнате Один из приемлемых вариантов – это речный потолок Представляет собой подвесную систему, выполненную из стойких коррозии материалов Легкий в уборке и неприхотливый в монтаже Речный потолок вполне можно собрать своими руками Рассветку можно подобрать практически на любой вкус и цвет Еще один отличный вариант – это натяжной потолок Всесоставляющие потолка также не подвержены коррозии Немаловажным преимуществом данного потолка является его способность не пропускать воду Что оградит вас от лишних неприятностей, связанных с протечками у соседей сверху Свои вопросы по ремонту вы можете задать по телефону 708-502 Дайджест недвижимости Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в декабре составила 52 807 рублей Квадратный метр в комнате при этом обходился на 2000 рублей дешевле Такие данные приводит портал rosnet.ru Самой дорогой сделкой на рынке стала продажа четырехкомнатной квартиры индивидуальной планировки на улице Герцена за 13 миллионов рублей Абсолютный минимум зафиксирован на уровне 760 тысяч рублей Востолько покупателю обошлась малосемейка на улице Казанской На этом все, в студии работала Дарья Топузлива Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин